На неровной скользкой дороге в автомобиле без системы АБС может произойти отказ тормозной системы. Это происходит, когда на заблокированных колесах на различных поверхностях передаются различные по величине силы торможения. На вертикальную ось автомобиля воздействует момент силы, автомобиль поворачивается. Воспрепятствовать этому невозможно, так как заблокированные колеса не могут передавать силу бокового увода. АБС предотвращает возникновение подобной ситуации, поскольку распознает тенденцию к блокированию колес. АБС молниеносно реагирует, автомобиль сохраняет устойчивость движения. Антиблокировочная система ограничивает или сокращает тормозное давление на соответствующих колесах. Тормозная сила снижается, колесо снова может передавать силу бокового увода. Данный процесс повторяется при торможении много раз в секунду. Наш следующий пункт – EBV – электронное распределение тормозных сил. При торможении нагрузка на заднюю часть кузова снижается из-за опускания передней части автомобиля. Тем самым задние колеса передают существенно меньшее значение силы. Поэтому тормозная сила на задней оси должна быть ограничена. В автомобилях без системы АБС регулятор тормозного усилия учитывает данное состояние. Он ограничивает тормозное давление на задней оси и предупреждает таким образом превышение силы тормозного нажатия задних колес. В автомобилях с современными системами АБС функцию регулятора тормозного усилия берет на себя система распределения тормозных сил EBV. EBV постоянно сравнивает тормозную силу на колесах передней и задней оси. Система ограничивает тормозное давление на задних колесах с помощью гидравлики АБС и следит за оптимальным распределением тормозной сил. Это особенно важно на поворотах. Важность силы бокового ввода можно продемонстрировать на ходовом испытании с включенной системой EBV. Для задней оси имеет место превышение силы тормозного нажатия. Колеса демонстрируют слишком небольшой боковой ввод. Транспортное средство характеризуется избыточной поворачиваемостью. EBV сокращает тормозное давление и следит за достаточностью силы бокового ввода на задних колесах. Избыточная поворачиваемость предотвращается. EBV управляет блокировкой колес. В случае блокировки колес система АБС приходит в действие и следит за остановкой автомобиля. Переход от EBV к АБС происходит постепенно. Безопасность привода — наша тема. EDS — электронная блокировка дифференциала. При торможении колеса не должны блокироваться. А при разгоне или в начале движения они не должны поворачиваться. В этом случае колеса имеют недостаточно бокового ввода. Автомобиль начинает раскачиваться. Это происходит прежде всего на гладких и рыхлых покрытиях. Электронная блокировка дифференциала EDS оказывает поддержку водителю в управлении автомобилем на ведущих колесах, поворачивающихся с одной стороны. Автомобиль развивает скорость на покрытии с различной степенью шероховатости. EDS измеряет различия скорости вращения колес. Система начинает действовать в случае регистрации соответствующего различия скорости вращения ведущих колес. В этом случае EDS притормаживает поворачивающееся колесо. Условием вмешательства EDS является соответствующее различие скорости вращения ведущих колес. Это значит, что водителю достаточно надавить на педаль газа. Если он этого не сделает, EDS не сможет повлиять на ситуацию. И во время езды, и во время разгона EDS работает, однако лишь до достижения определенной скорости. На автомобилях с ESP электронная блокировка дифференциала работает на всем диапазоне скоростей. EDS находится в пределах, если поворачиваются оба ведущих колеса. В этом случае вступает АСР. Система автоматического регулирования привода ведущих колес по их буксованию. В случае проворачивания обоих ведущих колес они не могут, это показано на примере движения автомобиля по данному щебеночному покрытию, передавать силу бокового увода. Автомобиль раскачивается. С АСР автомобиль выезжает на истый участок. К тому же система снижает движущий момент двигателя, независимо от того, как сильно водитель нажимает на педаль газа. Колеса не поворачиваются, они могут передавать силу бокового увода. Движущий момент двигателя сокращается до оптимального значения. Далее смотрите подробнее на примере VEG 5051. Дросселирование двигателя происходит посредством команды устройства управления АБС. Передаваемый на электронный контроллер двигателя через Кенбус. Проворачивание ведущих колес предотвращается. АСР работает на всем диапазоне скоростей и ведет к увеличению стабильности и управляемости автомобиля. На Volkswagen и Audi в серийное оборудование в недалеком будущем будет включена дополнительная система регулирования тягового момента двигателя, MSR. Водитель на больших оборотах отпускает педаль газа, что приводит к возникновению тормозного момента на двигателе. Тем самым ведущие колеса притормаживаются. На гладких покрытиях данный тормозной момент может вызвать блокировку ведущих колес. Эффект торможения двигателя слишком сильный. MSR предотвращает возникновение тормозного момента двигателя, называемого также остаточным моментом. Он сокращает остаточный момент посредством регулируемого увеличения подачи топлива. Таким образом, без вмешательства водителя автоматически предупреждается блокировка колес. Данный эффект имеет место и в случае медленного увеличения подачи топлива.